У меня осталось 20 минут, но я хочу передать вам кратику славу. Псалом 29. По благоволению Твоему, 8 стих, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Псалмопивец говорит о том, что является Божьим приоритетом. Вот если бы сам Бог сегодня лично голосом проговорил к нам и сказал бы нам, что Ты хочешь, чтобы я лично укрепил в Твоей жизни, поверьте, ответы были бы разные. И зачастую мы, склонны жить по плоти и по душевности своей, мы бы сказали, я вот даже сейчас не буду тратить время на эти синонимы, чтобы сказать, что нам надо в жизни укрепить. Но давайте сразу повернем свой взгляд на то, что укрепил сам Бог. И псалмопивец говорит, Ты, Господи, не стал выбирать из того, что я Тебе предложил укрепить в моей жизни. Ты сам взял самое главное и написано, укрепил мою гору, что является моей личной горой сегодня. И почему так важно укрепить мою личную гору? Вы знаете, что в Писании, когда я посмотрел от Ветхого Завета, в Новом Завете, всякий раз, когда речь шла о горе, это была речь идти о послушании, о смирении, о усердии, о молитве, о посвящении и о настоящем прорыве. Если мы посмотрим с вами на Абрама, мы посмотрим на Моисея, мы посмотрим с вами на Илью Пророка, на Елисея, мы посмотрим с вами на мужей Божьих Нового Завета, мы посмотрим с вами на Иисуса, в конце концов, на Сына Божьего. Мы посмотрим, как он молился, уходя на горку. Вот у него были реальные ценности, ценности, которые он никогда не продавал, не менял, не терял. Это были настоящие приоритеты. И вот вдруг псалмопевец говорит, что желание Божье укрепить мою гору. Я точно знаю, что многие из нас слышали много проповедей о том, как быть сильным, как быть неравнодушным, как быть чувствительным. И вот мы на самом деле, христиане, не одного года, мы уже столько проповедей с вами знаем, мы уже столько информации через себя пропустили. Только вот один мой вопрос ко всем и к себе тоже. А что мы вообще хотим? Что мы хотим от Бога? Что мы хотим от Церкви? Что мы хотим от служения? Что мы хотим в последствии от вот наших ценностей и приоритетов? Я вижу, что многие хорошо начинали любить Иисуса, начинали посвящать себя Церкви и служить. Они всегда принимали, даже врагов своих любили. Но я также вижу, что впоследствии они ослабли, они на самом деле поменяли свои ценности, они возлюбили нынешний век, они хотели и Церковь успеть, и в мире не опоздать. А так не получилось. Получилось или белое, или черное, или да-да, или нет-нет. По-другому никак не получилось. Я писал на перец, выражая тебе, вот у Бога всегда есть один приоритет. И Он знает, как нам открыть секрет успешной жизни во Христе Иисусе. И Он говорит, Бог укрепил мою гору. Поэтому сегодня я не хочу впечатляться массовыми проповедями, которые проходили через наше сердце. Давайте сегодня так поставим себя, как будто мы ничего не помним, или ничего не знаем, или еще ничего не слышим. Давайте сегодня просто вернем в себе потерянные приоритеты. Откуда сегодня нам черпать силу, если мы не погрузимся в Слово Божие? Вы знаете, что Давид, как Псаллопеевский говорит, Господи, Ты укрепил мою гору, но сокрыл свое лицо. Вы знаете, что сегодня наше личное отношение с Богом, это единственный фундамент нашей успешной жизни. Вот если сегодня вы пришли на эту проповедь, когда прочитали название секреты победоносной жизни, вы думаете, что я вам дам другую формулу, другое откровение, другое убеждение, как быть сильным во Христе, а я вам ничего другого дать не могу, потому что не знаю и знать не хочу. Я знаю только одно, сильная жизнь зависит от серьезного основания. Если это основание Христу и мое время с Ним, я буду успешен и благословлен. Если мои потерянные отношения с Иисусом, хоть я буду много читать, много знать, много чувствовать, и везде я все пройду и везде все буду узнавать, не будет успеха и не будет благословения. И если я свои отношения с Ним сделал основанием, тогда мне не надо даже напрягаться, все, само собой успех придет. Аминь. Знаете, дорогие цены, один текст Священного Писания, книга Бытие, 19 глава. Книга Бытие, 19 глава. Эта история очень удивительная, когда Авраам разговаривал с Господом и ходатательствовал за Садом и Гамоном. Но мы знаем с вами, что впоследствии два помазанника, они пошли, два ангела Божьего в Садом, и тогда Лот уговорил их войти к нему в дом. Вы помните эту удивительную историю, той мерзости запустения, которая находилась тогда в Садоме и Гамоне? Вы помните, что люди, которые жили там, они были весьма развратные. Люди, которые жили там, сегодня поднимаются вновь и вновь. Это бесовская, извращенная, сатанинская культура гомосексуализма. Вы знаете, что Франция совсем недавно на уровне закона приняла эту свободу и позволили однополым парам жениться, выходить замуж. Это мерзость. Это на самом деле Англия, в конце концов, совсем недавно тоже вызвала такой же вердикт. И на законодательном уровне приняли решение тоже дать возможность развиваться однополым парам. Слава Богу за Россию, скажите аминь. Аминь. Вот просто Богом спасаемая страна. Да благословит ее Господь. Аминь. И всех неравнодушных, кто от этих законов, пусть бегут в Россию. У нас здесь, слава Иисусу, все с законодательной базой нормально и с Конституцией в порядке. Хватит роптать, хватит недовольствовать. Когда Лот жил в этом саду Мегаморре, ангелы пришли. Он говорит, у меня, говорит, в доме все хорошо, приходите ко мне в дом. Приходите ко мне в дом. Он уговорил, а не пришли к нему в дом. Что? Культура бесовская начала стучаться в его дом. Отдай нам этих людей, мы их изнасилуем. Представьте себе глубокое посвящение Лотам. Я не могу себе этого представить. У меня две девочки. Я не могу себе этого представить. Когда бы он сказал, возьмите мои детственники с дочерей. Я не могу себе этого представить. Что ценности гостеприимства были выше каких-то вот моментов, связанных с безопасностью и детственностью своих собственных дочерей. Но тогда, когда эти люди приступали к нему и сказали, мы тебя изнасилуем, ты кто такой, пришелись. Вы помните, они сильно нахерли на этот дом. И тогда помазанники вышли, ангелы, и коснулись глаз тех, кто был ближе всех. Что делает непочтение и вот эта вот нечистота в жизни людей. Когда люди поднимают руку на помазанников, когда люди стучат, многие из нас стучали в неправильные двери, кидали камни, говорили неправильные слова. Знаете, а потом проходила незаметная слепота. Ангелы поразили их глаза, они не видели ничего. Так вот, к сожалению, бывает, знаете, как в стране, так и в церкви, так и в семье, ничего люди не видят. Где благословение? Где Бог? Где Его присутствие? Где чудеса? Где вообще хорошая проповедь? Где? Ничего не вижу. Где добро? Где наши финансы? Где вообще все, что я так хочу? Ничего не вижу. А знаете, Иисус говорит, чтобы видеть, нужно помазать свои глаза правильным брением. А это брение зачастую, если бы ты знал тот слепой, которого Иисус плюнул и помазал глаза, хорошо, что он ничего не видел в тот момент, чем Иисус мазает его глаза. Но когда он помазал и глаза открылись, ему было все равно, он был готов и сказал, Иисус, хоть всего меня измажь, лишь бы такие перемены были в моей жизни. Ну аминь или нет? Аминь, аминь. Люди сегодня готовы мазать свои тела непонятным брением только ради красоты, чтобы морщины изгнать бесовские свои жизни. А нам важно, чтобы наши духовные глаза были открыты. Если откроются духовные глаза, я и церковь ценить буду, семью ценить буду, мужа ценить буду, жену ценить буду. И вот эти неправильные вещи, все должно разровняться, всякий холм понизится, и долл должен наполниться. Аминь, драгоценный. Аминь, аминь. Ну никогда не думать, что такое откровение сейчас тоже получил, именно связанное с косметологией. Смотрите, холм должен понизиться всякий, морщина, то есть разгладиться должна. И еще долины должны все заполниться просто. О, Господь милосердный, помоги мне передать Слово Божие неискаженно. Итак, они спасли Лота, они взяли его и сказали, вот тебе ночь, думай, завтра огонь сойдет на эту землю. И все, сгорит. Лот, он попытался кого-то утешить, сказать, там, ребята, своим там, друзьям, которые хотели жениться на его дочерях. Они не поверили, говорят, шутят. Ну, шутят. Хорошо, давайте сейчас ближе к делу. Тогда Лота, они утром, они ему говорят, выходи. А знаете, что написано? Написано, что он медленно. Они его взяли за руку, посмотрите, как любили, посмотрите, как понимали, как важно. Вот как нас Господь, Духом Святым, за руку берет, когда мы не туда пытаемся немножко уйти, он нас прям берет за руку. Он прям вот берет нас и прям ведет нас. Не ходи туда, вот сюда иди, иди в Дом Божий, иди на конференцию, иди на молитву, иди туда, там твоя жизнь и твое спасение. И вот на что я хочу обратить ваше внимание особенно. Итак, в 16 стихе и ниже. И как он медленно, то мужики и ангелы, по милости к нему Господни, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели его вон, то один из них сказал, итак, внимание. Спасай душу свою, раз, не оглядывайся назад, и нигде не останавливайся в окрестности этой. Спасайся, куда, друзья? На гору, чтобы тебе что? Не погибнуть. Посмотрите, какие истины ангел ему заповедовал. Он ему не просто сказал, вот я тебе, знаешь, вот я тебе предлагаю. Он ему дал приказание и дал ему четыре направления. Он ему сказал, номер один, спасай свою душу. И теперь давайте сейчас все внимательно, несколько минут поговорим об этом. А не заметили ли вы, что в последнее время мы стали настолько меркантильными и заботливыми о жизни видимой, что мы сегодня больше готовы вкладываться в финансы, в заработки, в одежду, в комфорт, во все, что угодно. И мы почему-то где-то потеряли внутреннюю заботу о личной своей душе. И наши ценности, связанные с нашим духовным человеком, они заняли второе место. А вот все, что связано с нашим видимым, с нашим человеком, с нашим комфортом, заняло первое место. Ну, раньше я смотрю, когда мы выбирали работу, молились за работу, многим говорят, мы вам дадим работу, но надо будет работать в воскресный день. А многие говорили, какой воскресный день, я Господу принадлежу воскресный день, я найду в дом Божий. Я прям посмотрел, несколько братьев, с радостью проглотили наживку. Им говорят, и деньги, и воскресный день, через день будешь работать. Так, хорошо, будешь работать, но тебе столько работы дадим. Он говорит, хорошо, я ему звоню, неделю нет, второй нет, третий нет, я на третью неделю ему звоню. Человек, кто Божий, где ты? Он говорит, да я вот этот, ну, я уже вообще сильно соскучился, не могу, так хочу, я говорю.